Жители Калининградской области в шоке. Несмотря на снижение в этом году закупочных цен, молочные продукты в магазинах дорожают галлопирующими темпами. Особенно сыр и сливочное масло. 10 рублей за кило на столько каждую неделю дорожает сыр в Калининграде. С сентября этот продукт подорожал уже на 40%, а масло стало и вовсе в два раза дороже. Теперь на хлеб с маслом и с сыром стало заработать гораздо сложнее. Цены растут с лета, когда Роспотребнадзор запретил доступ на российский рынок продукции литовских сыроваренных заводов. А ведь сыроделы Литвы были для Калининграда основными экспортерами качественной продукции. Сейчас им приходится перестраиваться с европейских стандартов на российские, чтобы вернуться в анклав. Было изменено законодательство по скупке молока от производителей литовских и, естественно, производители, предприниматели литовские, которые производят молочные продукты, перенастроили производство на стандарты Российской Федерации. У местных калининградских молочников не хватает мощности, чтобы обеспечить потребителей сыром и маслом хотя бы на треть. Даже несмотря на первые за несколько лет рост надоев в области. Если мы возьмем сыры, то мы производим где-то около 1500-1700 тонн сыров, а сыры, которые приходят из-за рубежа, это цифры где-то около 3500 тонн. То есть здесь, понятно, очень большая доля именно импортной продукции. Освободившуюся экспортную нишу в Калининграде занимают белорусы. В Белоруссии дотации на молоко в пять раз выше, чем в Калининградской области. И можно было ожидать, что продукция белорусских сыроделов будет дешевле литовской. Но соседи воспользовались дефицитом и постоянно поднимают цены, получая сверхприбыли. Правительство Белоруссии подняли рекомендованные цены для белорусских переработчиков практически в два раза. Ну, например, если в летний период в июне, в июле продажная цена одного килограмма масла в Белоруссии 72% была 70 рублей, то сегодня это порядка 140 рублей. То же самое относится и к сырам. По мнению экспертов, в новогодние праздники цены на сыр и масло в Калининграде могут взлететь еще на 10-15%. А в будущем году, когда вступит в силу договор о едином таможенном пространстве между Россией, Белоруссией и Казахстаном, местные производители сыра могут быть полностью вытеснены со своего рынка. И тогда ценники в магазинах будут диктоваться исключительно белорусскими экспортерами. Жанна Мейлер, Наталья Красакова, Калининград. Специально для РБК.